Невозможно! Что за базар? Ну всякий тоже из-за своего интереса! А другому деньги? Как? Нужно их стараться! И денег, пожалуйста! Да! Постановка по пьесе Александра Островского «Волки и овцы» режиссёра Тараса Белоусова пришлась по вкусу самарским зрителям. Молодые актёры поставили спектакль в рамках фестиваля лаборатории «Гитисфест» «Театральная приволжья-2024». В окружном мероприятии принимают участие актёры театров, студенты профильных учреждений. Участвуют ребята из непрофессиональных театров. Это очень верно было взять ребят из непрофессиональных театров, потому что они подтягиваются к ребятам, к студентам. Они видят, что всё-таки существуют и дисциплинарные нормы, и что это всё-таки серьёзно. Это не просто так лейся песенка, лейся песенка. Что есть определённая дисциплина театральная, вот чего зачастую не хватает в любительских коллективах. Хотя любительские коллективы тоже есть прекрасные, роскошные, и все мы знаем. Фестиваль проходит на борту теплохода «Александр Попов». В программе восьмидневного круиза педагоги и режиссёр-выпускники «Гитиса» работают с актёрами и лауреатами фестиваля «Театральная приволжья». В том числе готовят эскизы к будущим спектаклям. Их презентуют в городах-участниках фестиваля – Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Самаре и Саратове. Ну, во-первых, опыт, конечно же. Опыт того, как работают мастера, их видение, какие-то крутые фишки, которые можно применить на будущее. Ну и, во-вторых, это насмотренность, которую ты смотришь, потому что мы просматриваем тоже постановки, которые в других городах. И, конечно же, это вырабатывает ту самую насмотренность. В Ульяновск теплоход прибудет уже 1 июня. На малой сцене Ульяновского драмтеатра состоятся показы двух эскизов. Постановку «Как бурлаки бажу тащили» по картине Ильи Репина и спектакль по мотивам произведения Михаила Салтыкова-Щедрина «История одного города. Органчик». Участвуют актёры Ульяновской драмы, молодёжного театра и студенты-актеры. Напомним, фестиваль «Театральная приволжья» реализуется по инициативе полпреда президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова. Анна Тищенко, Управда ТВ.